Соглашение, принятое 13 ноября на климатическом саммите в Глазго, окажет влияние на южнокорейскую экономику, в которой велика доля углеродных отраслей. Металлургическая промышленность выделяет около 117 миллионов тонн углекислого газа в год, что составляет 30% выбросов загрязняющих веществ в пределах страны. Несмотря на то, что ведутся активные разработки новых технологий, призванных заменить уголь водородом, полностью можно будет отказаться от угля только в 2050 году. Второй по величине источник выбросов – нефтехимия, третий – цементная промышленность. Коммерциализация безуглеродного процесса в данных отраслях станет, возможно, не ранее, чем через 20 лет. Правительство Республики Корея решило добровольно сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 40% от уровня 2018 года. Кроме того, она планирует внести вклад в достижение углеродной нейтральности на мировом уровне. Эксперты опоксаются, что в ходе достижения этой цели отечественной экономике может быть нанесен урон. Продолжение следует...